Царь Небесный Господи, именем Иисуса Христа, распятого и воскресшего, просим Тебя, благослови наши занятия. Господи, поставь невидимую охрану Твою от уклонений ни вправо, ни влево, дабы нам понимать истинное толкование. Благодарим Тебя, Господи, что имеем возможность прикасаться к Слову Твоему. Благодарим Тебя за переводчиков, священного писания и толкователей. И Тебе же славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам, 4 глава, 13-14 стихи. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездействие на обетование. Толкование. Апостол доказал уже, что оправдание бывает незаконом, но верой. Теперь он доказывает, что и обетование получил Авраам незаконной, но праведной верой. Какое же обетование? Быть наследником мира, то есть, чтобы в нем благословились все народы всего мира. Ибо если наследие, говорит, дано законом, то тщетна вера, то есть, оказывается тщетной и бесполезной. Ибо кто станет заботиться о вере, если обетование, наследие дано законом? Но положение дела не таково. Авраам наследовал обетование незаконом. Ибо где тогда был закон? Но верой, как написано, Авраам поверил в бытие 15.6. Вопросы по прочитанному, по толкованию есть? Идем дальше. 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Толкование. Теперь доказывает, каким образом бездействие на обетование. С законом, говорит, соединено преступление, а преступление закона производит гнев и подвергает клятве и наказанию. Как же, спрашивается, виновный в преступлении достоин наследовать? Идем дальше. 4 глава. 16-17 стих. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я бы оставил тебя Отцом многих народов, пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Толкование. Так как закон производит гнев, то и говорится, что Авраама вправдался и стал наследником верою, дабы все было по благодати. А благодать для чего необходима? Дабы обетование было непреложно. Ибо благодать никак закон не имеет преступления, чтобы даруемое было нетвердо. Поскольку же все бывает по благодати и милости Божией, то даруемое по справедливости непреложно всем нам, то есть для всех верующих. Не для тех только, которые по закону, то есть обрезаны, но и для тех, которые не обрезаны, которые суть семя Авраама, рожденное по вере. Поэтому, кто не имеет веры, тот не есть семя Авраама, который есть отец всем нам, но есть верующим, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Смысл такой. Авраам есть отец всех пред Богом, то есть подобно Богу. Как Бог есть отец всех, так и Авраам. Не по естественному родству, но по союзу веры. Которому он поверил, присовокупил для того, чтобы показать, что Авраам получил и награду за веру быть отцом всех. «Посему, если ты, иудей, не признаешь, что Авраам есть отец всех, то ты уменьшил почесть, которую получил он верою». Теперь повторяет сказанное выше, то есть, что Авраам поверил, что омертвевшую плоть, какова была его, может Бог не только оживить, но и сделать плодовитой, почему и говорит теперь, животворящим мертвых. Слова же «называющим несуществующие, как существующие» присовокупил для того, чтобы показать, что для Бога не невозможно сделать тех, которые не дети Авраама, а детьми его. Не сказал, однако, приводящим в бытие несуществующее, но называющим. «Сколь легко для нас называть что-нибудь существующее, столь же удобно для Бога привести в бытие несуществующее». Восемнадцатый стих. Вопросов нет пока, если есть, задавайте. Восемнадцатый стих. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Так многочисленно будет семя твое». Толкование. «Не подумай, говорит, что Аврааму достоин почестей, не по заслугам. Ибо возможно ли это, когда он сверх надежды человеческой поверил с надеждой Божией, что сделается отцом многих народов. Не тех, которые произошли от Измаила, ибо они произошли от Авраама, не по вере, но по естеству. Но тех, которые подобны ему по вере». Девятнадцатый и двадцать первый стих. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и у труба сареного омертвения не поколебался в обетовании Божиим неверием. Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». «Сейчас подключу». «Еще». «Так, не то». «Так, не то». «Так, не то». Толкование на эти стихи. Сказав, что Авраам сверхнадежды человеческой поверил с надеждой Божией, теперь доказывает это, говоря, что Аврааму было сказано, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок. В этом читаем в книге Бытие, в 15 главе, в 5 стихе, 22 главе, 17 стихе. Он же не ослабел в вере, но пребывая в ней твердым, не обратил внимания ни на собственное тело, уже омертвевшее от времени, ни на сугубое омертвение у трубы сариной, ибо у труба ее омертвела и от старости, и от бесплодия. И не стал недоумевать, то есть ни мало не усомнился, не поколебался мыслью, но пребыл тверд в вере. Заметь, как доказывает, что верующий имеет нужду в большой силе. Многие унижали веру, как дело не требующее труда, а дела возвышали, как требующие пота и силы. Но апостол говорит, что верующий имеет нужду в великой и мощной душе, дабы отражать внушение неверия, как и Авраам возмог верою. А как возмог веру Авраам, воздав славу Богу, то есть непосредством человеческих умозаключений у веров, но помышляя в себе достойное славы Божией и быв уверен, что Бог может сделать невозможное, ибо в этом состоит слава Божия. Почти столетнего, сказал приблизительно, потому что в то время Аврааму не было еще ста полных лет. Я считаю, как будто бы мы это уже проходили. Хотя посмотрел по... Это будет параллельный... Параллельный заход проходили. Римлянам 4 глава 22-25 стих. Потому и вменилась ему в праведность, а впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилась ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Толкование. Апостол многое сказал в похвалу Аврааму. А кто-нибудь мог возразить, что нам из этого? Поэтому и высказывает, что о том написанное для нас, что и нам вменится вера в правду. Только бы мы имели ее, веруя в того, кто воскресил Иисуса. Если сомневаешься, как можешь оправдаться, то представь в душе своей Иисуса, который изгладил все грехи твои, который умер не за свой грех, но и за грех мира. Поскольку же он умер, не имея греха, то справедливо воскрес. Ибо как мог быть удержан в аде тот, кто не имел греха? Итак, он для того и умер, и воскрес, чтобы и от грехов освободить, и соделать праведными. Посему, как Авраам поверил, что его омертвевшее уже тело сделается плодовитым, так и ты веруй, что Иисус умер и воскрес, и тебе вменится в правду, как и правоцу твоему Аврааму. Глава 5. Послание к Римлянам, 1-2 стихи. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веруя и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Толкование. Здесь рассуждает апостол о жизни по вере. Дабы мы после того, как Он столь много сказал в похвалу веры и унизил дела, не сделались нерадивыми. Так как вера оправдала нас, то не будем уже грешить, но имеем мир с Богом посредством угодной Ему жизни. Как же это будет? Через Господа нашего Иисуса Христа. Он, оправдавший нас, когда мы были грешниками, поможет нам и сохраниться в правде Его, ибо через Него получили мы доступ к той благодати. «Если Он привел далече бывших, то тем паче удержит близ сущих. Привел же нас к той благодати. Каким образом? Верою. То есть, когда мы принесли веру. Что же это за благодать? «Получение всех благ, какие подаются нам посредством крещения. В которой стоим, имея твердость и непоколебимость. Ибо божественные блага всегда стоят и никогда не отпадают. И не только твердо содержим полученное, но уповаем получить и прочее. «Хвалимся, — говорит, — надеждою благ, которые даны будут нам в будущем. Они, как относящиеся к славе Божией, непременно даны будут, если не для нас, то для прославления самого Бога». Вопросы? Римлянам, 5 глава, 3-4-5 стихи. «И неси им только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия издлась в сердца наши, Духом Святым, данным нам». Толкование. «Опытный человек, успокаивая себя в доброй совести той мыслью, что подвержен скорбям для Бога, уповает на воздаяние за эти скорби. А такое упование не бесплодно, не постыжает надеющегося. Человеческие надежды, не сбываясь, постыжают надеющихся. А божественные надежды не таковы. «Ибо подающий благо бессмертен и благ, и мы, хотя и умрем, оживем, а затем ничто уже не воспрепятствует надеждам нашим сбыться». «О будущем уверяет той любовью, которую показал уже к нам Бог. Говорит как бы так. «Не теряй веры, упование на божественные блага не тщетно. Ибо кто так возлюбил нас, что сделал нас чадами Божьими, без всякого труда нашего посредством Духа Святого? Тот как не даст венцов после трудов?» «И злилась любовь Божия в сердца наши, то есть является обильной и богатой в нас, имеющей в сердцах, самого Духа, которого дал нам Бог». Вопросы? Римлянам 5 глава 6 по 9 стихи. «Дальше будет скорбь, терпение, опытность, надежда». «Ну, значит надо по два раза проходить, все молчат или что? Или не вместилось с первого раза?» «Ну, это тоже хорошее учтение». «Второй раз интересно тоже, да? По-другому немножко открывается». «Ну, хорошо, пойдем. Повторение, говорят, мать учения». «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». «Толкование, сказав, что любовь Божия изливается у нас через Духа, которого мы имеем в себе как дар от Бога, показывает еще и величие этой любви из того, что Христос умер за нас немощных, то есть грешников». «Но что еще хуже за нечестивых, хотя едва ли кто-нибудь из-за праведника умрет. Итак, это преизбыток любви – умереть за грешников и нечестивых. Когда же Он умер по любви и смертью оправдал нас, тем паче теперь спасет от гнева нас, которых уже оправдал. Даровал нам больше оправдания, как не спасет от гнева, а спасенным от гнева дарует и благо по великой любви своей». «Вопросы». «Вопросы у меня, здесь написано, когда еще мы были немощны?» «И здесь дальше он говорится, что когда мы были еще грешниками, мне как представляется, человек немощный и человек грешный. Разные понятия. «Немощный» – это такое, ну вот немощь такая вот, ну сразу ассоциируется с экономией. Ну все мы немощные такие вот, ну плоть немощна, поэтому ну давайте там послабрения какие-то в посте, может быть там еще что-то. Или все-таки нужно понимать, что немощные – это значит вот грешники и с этими грехами немощами нужно бороться. То есть вот такая вот как бы мысль вкратце, что если человек немощный, то вот он с этими немощами пусть и живет, значит ничего страшного. Вот такие мелкие грешочки, которые можно даже и не рассматривать. Кто как считает? Сережа, мне здесь никогда противоречит. Так, давайте сначала Игорь Дебунов, а потом Слав ты. Видится то, что апостол Павел как бы снисходит к слушателям своим, то есть к нам, когда говорит, что немощные. Потому что Господь говорит, что погибшие уже, не просто немощные, а погибшие. Поэтому надо полагать, что ты вот прав был, когда сказал, что это именно нету сил там, но и не только там не поститься, а вообще ничего не делать, не идти к Богу. А нету сил – это все ты лежишь колодой. И все, и ты труп. Вот и немощный. Поэтому как бы он это приглаживает, все-таки это римская община верующих, там как бы верующие были, надо полагать. Но он часто так делает апостол Павел, не в прямую бьет, а как бы пытается достучаться. Но это не так здесь видеться. И все. Да, я тут подвяжу, да, именно так, и то, что немощные, ну и правильно, и были нечестивыми, но и в то же время и немощные. То есть лежали, все правильно. То есть не противоречат два понятия на самом деле. Можно быть и немощным, и нечестивым одновременно. То есть ничего тут нету, мне кажется. Так, ну, то есть немощные и грешные – это не синонимы в духовном плане. Или немощные и телесные. То есть немощные, вот он, мол, не могущий ходить, там, или не могущие в духовные дела какие-то добродетельные делать. То есть что значит немощные? Или, может быть, просто забьем? Забьем. Ты правильно говоришься. Немощные. От греха немощные, от греха уже нет. Он слепой немощный. Он… Ног у него нету немощной. Рук нету немощной. Желудок уже не работает, переварить духовную пищу не может. Мозг не работает, ушей нету, как Христос сказал. Имейте уши и не слышите, имейте очи и не видите. Духовная калека такое. Не сердце, а камень. То есть вот оно и есть, камень. Каменный человек. Духовная. Что-то звук пропал, что ли. Слышно меня? Слышно? 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 То есть немощные, это вот такой духовный калека, которого нужно тоже брать, поднимать там, или оперировать его, или там реанимировать, или как-то вот что-то с ним такое вот. Слышно, не калека, а мы мертвые по преступлениям, говорит апостол. Мертвые, мертвые, мертвец. Все. Он не больной, не калековый. Он просто мертвый. Мертвый, да. Ну по-другому никак нельзя согласиться. Если это болезнь и так далее, то как врачевать-то? Если больной, скажем. А когда скажем, что скотомогильник, мы как скоты, говорит, были. Мертвые даже, хуже псов еще. Златовуста в этом говорит. Господь тоже постоянно. Апостолы. Наипачи, идите, к погибшему в самом доме и залива. Погибший этот труп лежит. Он немощный. Что тут сказать? Нету мощи никакой. Угу. 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 Вот смотри. Есть человек вот больной, вот к нему жалость. Его хочется вылечить. А есть человек, ну скажем, вот немощный, мне ассоциается с больной. Он лежит на постели. Хочется его там, ну там, как вот больного в больнице навестить-то или что. А есть грешник, который вот он прям вот какой-нибудь там убийца или еще, которого вот надо как-то вот остановить более такими вот строгими или обличениями там или чем, я не знаю. То есть он явный грешник такой, к которому даже вот и жалости не должно быть на каком-то определенном этапе, потому что он какой-то беспокаянный такой совершенно. Закостенело во грехе. Но однако же и Христос умер за тех и за других и оставил то и другое до жатвы. Вот. Поэтому нам и к врагам своим надо любовь оказывать. Акосул говорит о нас, когда мы были еще немощные и грешники. И нас не лечить надо было, а воскресать. Встань спящий, воскресни из мертвых и осветить тебя, Христос. Но тут деваться некуда. Ты хоть себя хоть зажалей. Ничего бы не сделалось, если бы Христос тебя не спас. Так бы оставался немощным грешником. Вот Сергей Евтушенко, спаси Господи, правильно подметил. Мы все немощны, грех побеждает живущий в нас Христос. Сами по себе мы от греха не можем избавиться. Поэтому, когда человек не поверит в воскресение мертвых, в то, что Христос воскрес, он и сам не воскреснет от греха. То есть, с его стороны, со стороны погибающего, нужна лишь только вера. Христос говорит, давай я тебя спасу, ты не будешь больше грешить. Ты же истомился уже весь. А я не верю. Поэтому, как ты можешь? Я сам брошу курить, сам можно брошу пить, сам, 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 сам. Ну Господь, ну пробуй. Бросил курить, через неделю подобрал, бросил пить, через два подобрал опять. Все, посрамился. Два веры, потому что нет у человека. Самонадеяние даже в деле спасения, но вот как вот хотели же законом оправдаться. А зачем ты за нас умирал? Мы сами вот закон можем соблюдать, оправдаться законом, а, говорит, ни один не смог своими силами. То есть, нужна была смерть Христа, смерть и воскресение, чтобы через веру, раз он смог, раз его безгрешного Господь воскресил, он сам воскрес. Так и так понимать двояко можно. То и мы воскреснем, и от жизни греховной к святой, как пока мы здесь, и там уже, в будущей жизни, во всеобщем воскресении, после второго последствия Христа. К челесному это не относится, Сергей, это же, мы не, не может нечестивец, Христос не может нечестивца исцелить. Вот его может только воскресить. А исцелить он может уже верующего, который в падении находится. Ну да, сначала воскресение первое, да, человек уверовал, родился свыше, потом заболел грехом каким-то. И здесь нужно врачество, таинство исповеди, эпитемья, если нужно, покаяние, пост, молитва, бдение. И опять пошел человек. Ну, глядишь, опять приболел. Брат, хотел. Да. Я правильно понимаю, что духовная, то есть болезнь, это относится только к верующему, можно относить. Ко всем остальным только смерть. То есть мертвые. А духовный, что именно заболел и лечение болезни, это только верующим, так что ли? Брат, не ко всем остальным, а к нечестивцам, которые не веруют во Христа. Сколько их там, мы не знаем. Групп нету. Есть верующие, есть неверующие. Все. Не, ну все, все. Есть верующие, которые терпят кораблекрушение в вере, но тоже не внезапно может быть. Он был верующим, потом начал грешить, его пытаются в церкви остановить, призвать к покаянию. Он упирается, падает, встает. А тот, который вообще никогда не верил, то есть он мертвый по преступлениям, он живет во грехе, он не верит, он не собирается ни в чем каяться, он либо считает себя правым во всем, либо... А что ему? Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Зачем ему этот свет? Он, дар моей, живет за счет других, эгоистов, каянные. Зачем ему что-то там... Ради чего делать добрые дела, допустим? Он, если он не верит. У меня брат тоже говорит, я говорю, ну вы христиане, конечно, вы добрые дела ради корысти делаете, вы царство небесное за нее получите. А ты попробуй просто так вот, поделай добрые дела, как я делаю. Я вот не верю, что меня рай ждет, а я добрые дела делаю. Вот что ты ему ответишь? Да, корыстолюбивый, да. Я хочу в рай, на меньшее я не согласен. Но как? Бог обещал, я верю в его обетование. Авраам поверил обетованием, что через него это уменилась ему праведность, надежды не постыжать. Я надеюсь, что ты меня стыдишь. А ты глупый, что не веришь, что за добрые дела воздаяние будет. Бог жестокий в твоем понимании, что он не наградит праведника, что ли? Просто так, что ли, оставится? Грешников наказывает, праведников награждает. Так, давайте чат заглянем. Это хула на Бога у него уже, раз он отвергает то, что Бог вводит тебя в корысть, когда тебе предлагают благо. Когда он говорит, что ты корыст. Ну, получается, Бог вводит человека в корысть. То есть, это хула уже идет. Может быть. Есть рабское понимание служения Богу, а есть сыновство. Поэтому сначала мы... У нас один страх Божий, а потом другой возникает страх Божий. Поэтому неплохо делать добрые дела и боясь Бога. Ничего там страшного нету. Только надо от веры веру расти, как апостол Петр говорит, восходить. Да... Ладно бы так. Если бы он Бога боялся, то он говорит, что... Ничего не боится. Он просто меня в пику. Я вообще про тебя это сказал, а не про него. Ты сказал, что он неведущий. А я про тебя сказал. Я тебя как бы защищал. Ну... Ну как бы. Когда он сказал, что корысть это... Корысть приобретения Царства Небесного. Да, своеобразная корысть. Но там еще всякие... Нам заповеди Господь говорит. Возлюбить ближнего как своего семя. И так далее. Не смотри, что делает твоя левая рука, если правая подает. Так, ну вот Вячеслав, значит, пишет. Немощный, значит, сам ничего не можешь. Ну вот Сергей Втушенко тоже правильно заметил. Все мы немощны. Грех побеждает живущий в нас Христос. Значит, своими силами грех победить невозможно. Немощный, значит, сам ничего не можешь. И вот Евреям послание 6 глава 4 по 6 стихи. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Это не об этом место? Место некорректно вызвано? Ну, да. Это не об этом и было, это уже следующее мы когда говорили, а больной верующий тогда, то есть это след... Я вообще промолчал, я слово прочитал, но ты сказал, что некорректно не успеваешь. Ну, нет, в смысле говорить-то, но вы говорите, я же не могу перебивать, конечно. Да ты же читаешь немощный, значит сам ничего не можешь. То есть я-то думал, что это говорится о грешниках? Нет, это уже другое сообщение, да, но они ну два подряд через время. А в этом-то и речи не было никакой, это я просто скажу. Всё, понятно. Значит, ты, брат Игорь, согласен с мнением Вячеслава, что человека немощного можно назвать только верующим, то есть у него немощь духовная, его нужно лечить. А человека неверующего... Я не согласен, это говорится, немощные и грешники, это об этом и говорится, не чистивцы немощные. Они не могут ничего сами, потому что я сказал, они лежат всё немощные они. Ну, то есть больные. Я поэтому говорю, что прошлый Павел говорит это применительно. Это же он говорит о том, какие мы были когда-то. Нет, потом человек уверовал и стал немощным. Не может он... Он стал больной, больной духовно, в смысле немощный, в смысле не неверующий, а немощный, который... Душа его изранена какими-то там страстями, бесами. Он верующий, он верит, но борется с грехом. Ему нужна благодать, сила, свыше помощь в борьбе с этим грехом. И церковь это врачебница. Открою, о чём ты прочитал вообще? Вначале ты... Контекст открой и на основе контекста давай смотри. Да там мы уже от контекста ушли, там слава, там... Другой вопрос. Давайте дальше. Тоже думаю. Типа если, будучи врагами, мы примирились с Богом. То есть он говорит о том, когда мы были нечестивыми ещё. То есть это не говорится о больных верующих. Не об этом тут речь, а о том, что когда мы были нечестицами, не знали Бога, были немощны для духовных дел. То есть у верования во Христа. Ну, я вот почему вот это слово немощный вспомнил. Помнишь, мы приходили с тобой, брат, к храму какому-то московской патриархии. Раздавали там вот визиточки-то, звали на занятия. А батюшка там вышел. Ну, что вы тут ещё к ним лезете? Они у нас такие немощные. И я вот это слово запомнился. Ну, вот я им ещё, помнишь, сказал, когда они у вас ничегошеньки не знают. Вообще, тёмный лес, тьма суеверий. Вот. Ты меня ещё тогда укорил. Он говорит, зачем ты это лес-то? А я не мог к ним молчать. Говорю, ну, как... Меня так возмутило, что если ты пастырь, ровец православных, у тебя пастырь только номинальный. Никакого там ничего и нету. Ходят, свечки ставят, и больше ничего и нет. И вот мне это слово немощное, она вот у меня и вся здесь, что такое ассоциация, что мы немощные, не трогайте нас. Но они на самом деле нечестивые веры, это истина, нету, евангельская. Так что... Серёжа, ну, если про немощь говорить, то такую высокую планку Христос поднимает. И святые тоже говорят, что с сатаной надо не бороться, а только побеждать его, понимаешь? Понимаешь? Бороться с сатаной нельзя. Победить тебя. Поэтому, ну, слово немощь-то, какая понять немощь? Ну, встань, овечка, отряхнись и дальше иди. Только об этом речь идёт. А этот, что за нем? Немощь какая-то там начинается, приболел там духовно. Ну, веще пусть говорит. Так, ладно, пойдём дальше. Римлянам 5 глава 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его. Толкование. Хотя, казалось бы, говорит здесь то же самое, но умозаключение через сравнение различное. Выше говорит о нашей греховности и потом добавляет, что мы оправданы через сравнение заключает. Кто оправдал нас, грешников, своею смертью, тот тем паче спасёт оправданных. А теперь, упоминая о смерти и жизни Христовой, опять сравнительно умозаключает. Когда мы примирены кровью и смертью Господа, то как теперь не спасёмся в Его жизни? Ибо кто не пощадил Сына Своего, но дал Его на смерть для нашего примирения, тот не тем паче теперь спасёт нас Его жизнью. Пожалуйста, вопросы. А чё, текста нету или чё? Чё-то текст писали. Текст видно? Ну, видно, да. Римлянам 5 глава 11. Так вот, поэтому вопросы есть по стиху? То есть, то, что смертью примирились, а теперь вот спасёмся жизнью Его. И вот вопрос такой, как бы, толкователь даёт. Что кто не пощадил Сына Своего, а дал Его на смерть для нашего примирения, тот не тем паче теперь спасёт нас Его жизнью. Что значит, спасёт Его жизнью? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего дневародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелитана 3 глава 12. Вот это вот непонятно. Ну, тот не тем ли паче теперь, ну, Господь спасёт нас Его жизнью, то есть жизнью Христовой. Ну, Христос сейчас, как, как понимать эти слова? Или дальше идти читать тогда, потом... Христос живее всех живых. Что-то. Он всегда с нами. Но Он умер. Он умер и воскрес, то есть воскрес жизнь у Него появилась. Для нашего оправдания. Дело в том, что Он ещё придёт, не забывайте об этом. Тогда было бы написано, спасёт нас Его воскресеньеем, то есть веру в воскресенье, или как... А тут жизнью, то есть надо... Наверное, смысл такой, что нужно жизнь такую вести. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Будьте святы, как я свят. Ну, тут, чтобы показать, что это в противоречии, это противостояние показывает, говорит, что в жизни. Потому что Он теперь живый. А для нас он как не было Его, когда мы не знали Христа. То есть с смертью Господа мы примирились, то что за наши грехи должен умереть. Возмездие за грех смерть. Мы по грехам нашим достойны смертью. Смерть. Да и аминь. Мы с этим согласны. Но мы-то хотим жить вечно. Смерть. Помнишь, как ты, брат Игорь, говорил, что вот у тебя были такие искания? Его жизнь, с большой буквы, его жизнь, это Христос. Он начальник жизни. А жизнь только имеет одно понятие. Вечная жизнь у Христа. Поэтому и вы будете воскрешены, как говорит апостол Павел. Будет еще говорить. Не, но он же еще Христос говорит, я пошлю вам другого Утешителя, Духа истины. То есть она от Отца и Сына исходит. Или там через Сына от Отца, кто как, там по-разному толкуют католики православные. И он говорит, Царство Божие внутрь вас есть. То есть здесь на земле она тоже жизнь. Либо она христианская, либо мы христиане, тогда мы спасемся. А если мы христианами при этой жизни не станем, то и никакого спасения нам и примирения естественно не будет. То есть можно уверовать в его смерть, примириться с Господом, принять крещение, а потом вести жизнь богопротивную, не христианскую. Никакого спасения не будет. Я думаю, спасет нас с его жизнью. То есть жизнь, она в Евангелии написана. Как написано, так и ты поступай. Помнишь, как один подошел и скушай его. Кто твой ближний? Вопросы всякие там задавали. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Твоего Народного на крестную смерть. В скобках я тебе скажу. Дабы всякие верующие в него не погиб, но имел жизнь вечную. На крестную смерть отдал его Господь, а теперь вы будете спасены его жизнью. Ну, то я спрашиваю, что значит его жизнью спасены? Как понимать это? Ну, вот если о смерти мы, его смертью мы заплачены за наши грехи, то его воскресением, он и нас, как он воскрес, так и мы воскреснем. То есть его жизнью, как он воскресенье, это жизнь. Да, воскресенье, это жизнь. Все понятно, идем дальше. Римлянам 5 глава 11 стих. И недовольность его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Толкование. Не только спасены мы, но и хвалимся Богом, потому что спасены тогда, когда были нечестивыми и спасены кровью единородного. Хвалимся же Господом Иисусом Христом, ибо Он источник нашего примирения, есть источник и нашего хваления. То есть вот еще и про похвалу идет речь здесь. Впереди про жизнь, то есть еще хвалимся Богом. Апостол Павел хвалился, то есть я более всех вас потрудился, говорит, не я, впрочем, потом дальше он отвечает, но благодать Божия. И начинается славу приписывать не себе, а Богу. То есть нам тоже всегда нужно христианам не забывать об этом, дабы вот в эту самость или гордыню какую-то не впасть, что думая, что мы своими силами от греха от какого-то избавились. Сережа, можно тут еще подметить? Я думаю, что здесь апостол как бы так говорит нам, что мы всегда прославляли Бога, хвалимся Богом, видишь, говорит. А Христа никто не знал Господа нашего. И теперь, когда мы вот так спасены жизнью Его, то есть Он воскрепил все для нас сделанное, и Господь даже Его на смерть отправил, то теперь мы точно так же, как Господа Его прославляем. Это для того, чтобы, знаешь, как символи веры, Бога истина от Бога истина и Духа Святого, Господа истина, уже творящего, то есть, чтобы ко всем трем лицам Христовой Троицы, ко всем апостасям относилось все, что подавает Господу от нас. Ну, что мы можем сделать? Хвала Богу обычно, а теперь хвала Иисусу Христу, хвала Духу Святому. То есть, кашься отдельно и в то же время вместе. И единому Господу слава, вовитель веков, аминь. Еще добавлю, Христос на кресте прославился, то есть, Его сама крестная жертва явилась источником Его прославления. И здесь как раз это апостол Павел-то и говорит, что Он весь источник и спасение. И источник сам, и хваление Его же. То есть, Он всего источника, вот это Его крестная жертва, для нас явился всем источником этого. Прекрасно подмечено. Римлянам 5.12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехов смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Толкование. Сказав, что Господь Иисус Христос обравдал, нас обращается к корню зла, к греху и смерти, и показывает, что тот и другая, то есть, грех и смерть, вошли в мир через одного человека, Адама, и опять одним же, с большой буквы, человеком, Христом устранены. Что значит, в нем все согрешили? То, что все согрешили в Адаме. Как скоро он пал, то через него сделали смертными, и не евшие от запрещенного древа, как будто они и сами пали, потому что он пал. То есть, помните, на том занятии мы говорили, что по наследству от Адама нам передается вот это смертное, тленное существование, стареющие, первородный грех, который ведет нас, даже если мы не грешим, но мы все равно умираем, потому что Адам согрешил, согрешила в лице Адаме все человечество, и все человечество сейчас смертное, до тех пор, пока это человечество, или некоторые его члены этого человечества, уверовавшие в воскресение Иисуса Христа, безгрешного. И через веру эту теперь человек рождается свыше и живет уже не грешит, как его прадед Адам. И он надеется опять войти в жизнь вечную. В ту жизнь вечную, какова была у Адама до грехопадения. Правильно рассуждаю. Ну еле, если не улавливается, вообще. Вопросы бы какие-нибудь еще. Вот он, собственно, вводит в это понимание, которое мы говорили, что о жизнью его, то есть мы живы его жизнью. То есть он готовит к этому сейчас, что мы как смертью Адама приобрели смерть, то есть наследовали. И сейчас он готовит понимание того, что Христос его жизнью мы приведаем жизнь. Еще хочу пометить, вот тут слово смерть появляется у нас как-то так. Как будто это какой-то человек, какая-то личность. И вот эта смерть, и Господь так законом поставил эту смерть над нами. Если мы не исполним того, что он скажет. Вот закон такой и все. И теперь эта смерть в других всех людей входит. Сколько бы их не было людей. Как бы они не прятались в пещерах, хоть где, хоть в самых лучших зданиях, ничем не закроешься. Потому что закон все. Ты грешник, а раз ты уже родился от грешника, то вот она и здесь. Вот она с косой без носа и пришла чашу последнюю пить, давать. Так, Римлянам 5, глава 13-14 стихи. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Толкование. Апостол хочет доказать, что и не евшие от запрещенного древа, и не грешившие, подобно Адаму, по причине греха его, также сочтены согрешившими и умерли. Доказывает же это так. Грех царствовал до издания закона. То есть и прежде закона. Какой же это был грех? Грех ли от преступления закона? Ну как мог быть такой грех, когда не было закона? Грех тогда вменяется, когда есть закон, и люди, преступающие закон, по необходимости называются грешащими. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, то есть до издания закона. Значит, был грех, через который смерть царствовала. Если бы не было какого-либо греха, который удержал бы смерть, она не царствовала бы. Поскольку же доказано, что греха от преступления закона еще не было, то остается, что то был грех Адамов, через который смерть царствовала и над теми, которые не согрешили непосредственно. Ибо не получившие закона и не преступившие его, не называются согрешившими, но согрешили в подобии преступления Адама, и сделались причастны падению его, как правоса, который есть образ Христа. Ибо как древний Адам сделал всех повинными в его падении, хотя они не пали. Так и Христос оправдал всех, хотя они не сделали ничего. Но за что... Так, еще раз. Ибо как древний Адам сделал всех повинными в его падении, хотя они не пали. Те, которые люди до Моисея. Они все равно виноваты, все равно умирали. Так и Христос оправдал всех, хотя они не сделали ничего, за что следовало бы оправдать их. То есть смысл понятен. Вот почему он есть образ будущего, то есть Христа. То есть те люди, которые до Моисеева закона не согрешили, но все равно умирали. А это было наказанием от Бога за то, что согрешил Адам. Так они же не грешили. Вот раз Адам согрешил, то и вы умираете. Смысл как бы такой. И... Подожди, сейчас это неправильно пойдешь рассуждать его. Все согрешили уже. И после Моисея, и после издания закона. Просто там закон показывает уже другие действия. Здесь один закон был, не ешь. И все, и пошли все грешить. И теперь все, 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 и от Моисея, и до нас дошло это. То есть все, все первородным грехом заражены. Не только до Моисея. А те, которые получили закон, они еще и через закон наказываются. Вот в чем дело. Но они наказываются за преступление закона. Если нет закона, то нет и греха, нам толкователь говорит. Нет греха, раз нет закона. Какой грех, если закона нет? Читаем вторую главу книга Бытия. Если вкусишь от древа познания добра и зла, смерть и убрешь, все, закон готов. Там что надо тебе писать, что это я тебе даю первый закон, что ли на тебе даю? Ну, как Каин не вкушал от этого древа, однако Лобер. Он не вкушал. И где написано, что Каин Алифов вкушали от этого древа. Закон был, да. Но они его не нарушали. Сейчас умирает, и после Христа умирает. Это дело-то... Здесь он акцентрирует на другом, но в понимании. Он просто показывает, вводит наперед человека, чтобы понять, каким образом Христос искупил всех людей. Есть это так, да. Там люди как-то грешали и погибали, это все и сейчас, и тогда. Так же все остается. Он это просто показывает образом. Да. Но это дело все в том, почему немножко неправильное рассуждение ты начал. Потому что, как бы ты сейчас бы договорился для того, что закон, который дал Моисей, можно было бы им спастись. А им-то тоже спастись нельзя было. Хотя закон был дан для того, чтобы показать праведность пред Богом. Но это был где-то водитель ко Христу. Но они не понимали этого, Иудея. А Господу надо было показать Богоизбранный народ свой. Это для проповеди тоже было. И только один его исполнил, ну как кажется, это Яков, брат Господень. У него, говорит, от колена преклонных молитв, колени на ногах были, как кожа у верблюда. Но его потом убили, там бросили с храма, так говоря, на первый эпископ Иерусалима. Брат, подожди, я не то хотел сказать. Я хотел акцент сделать на слово сделал. Вот здесь вот сделал, и здесь сделали. Ты говоришь, они согрешили до закона, все равно они сделали какой-то грех. Хотя спрашиваю, какой? Ты говоришь, ну вкусились с древа, я говорю, нет, не вкушали. Какой грех? Ты ничего не сказал. Вообще равно все согрешили. Ну, грех греху розит. Но здесь не об этом речь. Вообще, то мы сейчас уйдем. Здесь правильно Вячеслав подметил, что здесь как бы в пример вот тех людей, которые греха не делали, но пали, ну, в смысле, стали умирать. Так и вот эти вот, которые после Христа, хотя они не сделали ничего, за что следовало бы оправдать их. То есть, они после Христа грешили и оправдание, ну, они чего, чего они сделали? Они чего, покаялись в грехах? Нет. Однако, Христос оправдал их. Как оправдал? и вот дальше. Вот почему Он есть образ будущего, то есть Христа. Кто Он? Адам? Образ Христа. Именно в том, что как в Адаме все согрешили, вот Игорь и образ, как в Христе все живут, вот это в этом он, образ будущего. Да, то есть, то есть, как, да, то есть, здесь акцент на, вот как вот они, свидетели Иеговы, у них ересь такая, если человек не может один умереть за всех, вот, а это ересь, а здесь, ну как, никакая-то не ересь, то есть, они не верят в то, что вот Христос Бог, свидетели Иеговы, и он и доказывает, ну как один за всех может умереть, это же невозможно. То есть, если человек согрешил один, то и за него тоже один-один, равноценно, око за око, зуб за зуб, такое вот они несут. Сергей, они признают, что Христос всех спасает, почему? Просто они говорят, что Сын Божий, как совершенный Адам, так и совершенный Христос мог спасти только нас и все. Совершенный был Адам. Поэтому Бог Отец послал Христа совершенного, безгрешного, искупить грехи наши. Ну, я не знаю, я вот с такими общался, которые утверждали, что когда я доказывал, что Христос есть Бог, они приводили мне в пример, доказав, что никакой он не Бог, потому что он один, они доказывали, что он человек, что он творение. Потом, ну, что он Сын Божий, никакой он не Бог, и он не может за всех умереть. Он только за одного может человека умереть. Вот такой у меня, помню, был разговор. А здесь, толковать она говорит о ножестве. Ну, там, твои, может быть, светили иеговы, там, как-то у них по-другому, там, учения, может быть, там. Где-то в чем-то верят, а где-то в чем-то не верят. Главное, то, что они не верят в Божество Иисуса Христа. верят в то, что творение может прощать грехи. Как может прощать грехи творения? Творец только может прощать грехи. Бог. Все же, свидетели и горы, они все одно и то же говорят. Если ты неправильно понял, то это еще ничего не значит. Поэтому, давай дальше. А дальше, а дальше у нас вопросы уже. Час прошел, давайте закончим. Может, вопрос, Игнарь Тихонович, пожалуйста, задавайте. Он руку тянул. Пожалуйста, Игнарь Тихонович, вам слово. Включайте микрофон. Микрофон включите, Игнарь Тихонович. У нас тут, когда мы поселились, а где я нахожусь, а у Дубунова было два котика, Барсик и Марсик. И они так дрались, вот лежа, на боку лежат, утром встанешь, вся территория с шерстью затянут, они так рвали кусками. Вот чтобы у нас так не получилось. Марсик это не он у меня был, у меня только Марсик был. Марсик это сосед, получил по заслугам. Где все чужое жевать? Наша колоническая территория была, да? Так, не увлекайтесь, я просто хотел сказать, чтобы у нас не получилось так, как вот кот оторвало, мы друг друга. Рассуждение хорошее есть, правильное, я же не знаю, смотрю, вот там, на одном месте вы топтались, топтались, раз двадцать, повторили, и так и не сказали. Спасаемся жизнью его. И никто не спросил, какой период жизни. Тут вопрос один надо поставить. Жизнь Христа до распятия и жизнь Христа после распятия. Мы спасаемся теперь, когда мы уже спасены, то есть, оправданы, Он нас возродил, а дальше-то мы стоим на месте, это на земле, а теперь для райской жизни, чтобы мы спасаемся жизнью его. После воскресения никакой жизни мы его не знаем. Он вдруг являет, говорит, накормил, ушел. Подражать нечего. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Значит, Христу можно подражать, но вопрос, в какой период жизни Христа мы можем подражать Ему? И в чем именно? Где он был по сверхъестественному, ходил по водам, ну и не по водам-то, Петр-то держал, да потонул. Значит, нужно смотреть то, как он говорил, как он свидетельствовал, как стремился помочь. Подражайте мне, как я Христу. И вот здесь мы жизнью Его, подражая Ему, спасаемся. Там мы уверовали, когда были грешниками, умер за нас, когда мы были грешниками. нас еще путного не было. И он в это время нас, то есть, не конкретно, я не пришел в это время, но он угол. И толковать ничего не надо. То, что толкует, это кто-то там, Эпилат, он говорит, по снижению нашему, это те вопросы, которые не толкуются, я уже не раз про это говорил. Не залазьте туда. Оттуда живым еще никто не вышел. Почему? Просто у тебя черепная коробка съедет. Это вере не поддается. Мы верою постигаем. Тот смысл имеется в виду, говорится верою. Мы доверяемся, что так было. Но верою мы ничего не постигаем. Это нельзя. А как Бог? Я смотрю, а где Бог? Он на кресте был. А в преисподней? И в преисподней был. И на небе. И на небе. Он все собой наполняет. Ода, Бог. Державный, когда считаешь. Вот в этом весь смысл. Нам никогда не понять сверхкосмическое, сверхпланетарное. Здесь фактор тот. Силы греха и силы спасения. Два закона. Вот тут и правильно рассудили. Один закон смертный. Водами все умирают. Водами. В нас переходит его же кровь. И семя жены мертвого уже входит. И дитя на куповине висит. Все смертное. Счет начался уже в обратном порядке. Мы говорим, такой-то человек жил сто лет. Мы берем первый год жизни его. Конечно. Какая жизнь? Он еще с ложечки ел, да под себя ходил. А он уже смертный. Он уже смертный. Многие умирают, и в утром их убивают. Иначе он не умер, не родившись, уже умирают. Водами все умирают. Это закон перехода. И вот на этом апостоле Павел объясняет. Вот так же и жертва. Первый Адам перстный. Перстный. Потому что если бы от кого-то означался, как Иса у других говорят, ну, как-то родился от человеческого, он был бы смертный. Закон тот не вошел в него. Закон смертности. Он, Адам Второй, не Первый. В Адаме Первым умирают все. И рыбы, и птицы. Все, что окружает его, умирает, когда казнят хозяина, казнят все. Вот, допустим, Мордохей. С Аманом схватились. Они бились там, два змея, как это было показано им, два дракона. И он погибает. И сразу же вешает всех сыновей его. А они ни при чем. Они никакого отношения к этому не имеют. Вот и увы. Бог послал наказать царей. А он сразу знает, у одного семьдесят сыновей. Ну, многоженство было-то. И он сразу кинул клич. Все за ними ходят емнухи. Завтра, чтобы были головы здесь. Они в корзинах принесли, две кучи большие наложили. Это подчиненность греху. А могли не делать? Да, могли. Но меч уже нанесен, и он опустится. И проклятый удерживает меч от крови. Здесь нужно не говорить, а задуматься и прошептать. Господи, я ничего не понимаю. Я знаю никогда не понять. Но я принимаю это. Я принимаю. Так и есть. А можно доказать? Я и доказывать не буду. Потому что это тайна. Великое благочестие тайна. Зачем говорить? То есть эта тайна открыта благочестивым. О чем? Что они молчать умеют? Я вам говорю не по написанному, по пережитому. Мы читаем 1 Коринфянам 3,16. Бог явил того плоти. Показал тебя ангелом. И дальше заказать проповедовать народу. Народом вознесся во славе. Это тайна благочестия. Благочестие это не аморфное понятие. Оно заключается в стенах Адама. К Богу это неприменимо. Поднимите сигнал, Тихонич Малик. И вот о чем здесь. Жизнь мы спасаемся, подражая Ему. В любви, сострадательности. В божественном умножить хлебы. Да Игорь, зачем бы он еще склад состроил? Взял, да переломил хлебы, наполнил полный гараж. Не получится. Возноситься не получится. И поэтому жизнь его, которая доступна по человечеству, не по божеству. Это понятно? И поэтому теперь, когда речь идет уже во Христе, во втором Адаме, точно так же сверхпланетарное, сверхкосмическое. То есть я это слова употребляю для того, чтобы показать, что если бы была не одна Земля в космосе, а таких земных шаров было бы миллион, и миллион было бы на каждом грешников скопировали с Земли. Все так же было бы. И этой жертвы Христа хватило бы. Как падение Адама взяло смерть и все. И вот интересно, я просто прочитал это. Нам хотелось бы узнать, а вот на высоте, допустим, 20, 30, 100 километров, ну и даже 350, где летят космонавты, а какой состав там? Систорода нет, водорода нет. Так какой состав? И что они нашли? А как? Да пробы-то взяли. Взяли пробы. Исследовали. Спектральный анализ сделали. Больше всего похоже на формалин. Вот никогда не ожидал. А что формалин? Вы врачей спросите, она скажет, покойники плавают в формалине. Я переплёсчик, реставратор. И чтобы правильный раствор сделать, это сделаешь кашицу из муки, варишь, добавляешь клея для прочности, и формалина добавляешь, чтобы ни одна насекомая тварь не съела клея эти. Ну и немножко глицерину, чтобы она кусками не шла, а была мягкая. Глицерин такой, ну как медуза заколол. И вот это теперь, когда мы это знаем, вон в чем дело. Это дальше земли распространилось. Я говорю то, что не на земле. И вдруг стали писать. Знаете, говорит, вот особенно по утрам, в каждом регионе, везде, эти, которые следят там за космосом, за всё, а может метеорологи там тоже что-то, раздаются звуки, похоже на органные трубы. И на высоте примерно 300 километров. Ну, прибор позволяет сделать. Что это такое? И главное записывать, и я слушаю, орган играет. Молитвы святых. Даже толковать не надо. Молитвы святых. Почему? Утренние, ранние молитвы. А днем, днем, говорит, не просушивается. Вот штука-то какая. И когда мы даже научные открытия рассмотрим во свете Библии, мы ужаснемся и замолчим. Как Евгодин говорит, вот я говорил, не разумею, чего говорил. Полагаю, руку на уста моих. Так вот, он закрылся. Всё, молчу, Господи, молчу. Вот мы даже и так благоговерно относимся, ничего не толковать. Вот это тот самый момент. Апостол Павел однажды объяснял одно дело-то. И надо объяснять дальше. А он не стал объяснять. Одно вопросом. Ну ты ответь, Павел. А ты кто, что споришь с Богом? Звучи. И завтра говорит, никак. Нам ли отстать? Никак. В английском языке стоит год, по-бит. Вместо не как написано. Бог запрещает. Ещё крепче понятно. Бог запрещает рассуждать на эту тему. А какая тема? А вот как раз там об этом и речь идёт. Об грехе. И как его рассматривать надо? И ты должен только повторять эти слова, и, может быть, чуточку по поверхности заденет. Так, Христос умер за всех. Водами все умирают. Я это сказал, я в интернете успеваю это сказать. А теперь умер. И не делами закона. Закон всё не предусматривает. А по благодати. Доброе дело не из-под палки делается. А делается по доброте. Вот есть такая книга. Год 93-й называется. Викторий Гуго. Готовится восстание. Он тайно привозит оружие. Всё. Восстание сверживает ненавистный монархический режим. Коротко сказать. Но в это время рядом загорелся дом. И там видно в окне дети. И он, забывая обо всём, хотя за этим стоят тысячи людей, он бросился в пламя огня и вырвал детей оттуда. В это время готовится убивать тысячи людей. Убивать пушки. Как они закрепили их и прочее. Я тогда ничего ещё этого не понял. Но я понял. В армии прочитал. Думаю, что что-то за этим есть. Он, Сигерден, кажется, как-то так его звать-то. Восстание поднимается. Ему нельзя нигде и показать. А он тут засветился сам с детьми. И революция была отменена. По крайней мере, на время. И здесь мы что, прочитали? Ни звука. Мы можем подражать в отдельной части. Спасаемся. Почему апостол Павел говорит, теперь спасение к нам ближе, чем когда мы уверовали. А вот как раз этот стих и говорит. Он возлюбил нас верою и умер за нас. И верою я принимаю, это усваиваю. А дальше эта вера мне помогает смотреть на жизнь Христа. И жизни Его спасаемся. Вот, кратко, всё. Сумел ли я кого-то убедить или как? Не знаю. Думаю, вряд ли. Это просто надо в молчании пережить неоднократно. Чего замолчали-то? Да или нет? Аминь. Сверх того, тот лукавый. Я ничего не толковал. Вы никогда не говорите, что я что-то толковал. Я не толкую. Я просто говорю, научиться молчать. И сравнить одно место с другим. Я и вот четыре места Писания открыл. И эти четыре места теперь раскрыли, приоткрыли, как бы сказать, тайну эту. Почему, говорит, Христос попозрился во плоти, а теперь написано «тайна благочестия». Я сколько спрашивал, никто не знает. Благочестия – это как явление, которое распространяется, как кислород в человеке, который отдался на служение Богу. И благочестивым открывается, а не счастливый мудрец говорит так, называя себя вовремя обезумели. И слава нетленного Бога в мир, в образ подобный человеку. Вот надо тоже это помнить. Никогда за грани заходить. Я неоднократно повторяю. С католиками я никогда не спорил на Пелиоху. Никогда. А почему? Это тайна. Если открыл Бог эту тайну, произнеси его благоговейно и замри. Не надо спорить. Здрасьте. Мы рассуждали, в общем-то, все правильно. По счастям. Но до конца не договорили. Да-то если бы об этом не говорили, так вы молчите и так далее, то вообще не дает. Я поднимал руку, брат. Я поднимал, трёс. Вещества-то меня заметил. Я сидел и трёс рукой. Вот так, смотри, её видно сейчас. А вы друг другу-то там и из... Барсик да барсик. Хорошие вы, ребята. Я так рад. Когда говорят, тут мне в интернете заходят сегодня. Вот здесь как раз сейчас зашёл человек. Виктор Ярош. Вот сидит он и с бородой, и всё как надо. Я попросил, чтобы с женой пришёл. Он в первый же день пришёл. Как он пришёл на наш канал. Сегодня у меня три человека из разных регионов. Один, кажется, где-то, что он в Дзержинск. Не выговоришь сразу-то, как Брежнев. Третье попутки слово Азербайджан выговаривал. Так здесь. Один в Концовольской на Амуре, а я в Николаевской на Амуре служил. И тоже там считают это. И, кажется, Алексеев. А один ещё не сделаешь. Поэтому приписывай. Ну, это, знаешь, с натяжкой. Да, я тоже был среди этих братьев, которые там были. Как один отвечал. Я не стал лукавить. Я сразу сказал, я не знаю. А вот признание в незнании открывает путь к знанию. Вот тут ещё хорошее выражение. Относительно спасём всего жизни, что вы несколько раз там заходили на этот рубеж. Вы поняли? Поняли. В принципе, Сергей, он хотел это сказать. Да, да, да. Прямо рядом был. А я сижу и думаю, ну, сейчас скажут, и мне говорить нечего будет. Ну, а что, воскресенье Христово мы тут неправильно, что ли, сказали? Правильно. Мы не можем подражать там. Я говорю, какая часть жизни кого? Если мы говорим о Павле, подражать Павлу как... Мы говорим, как подражать? Он говорит, подражайте мне, как я Христу. До какого периода? С периода, когда он в Дамаске ослеп. Вот с этого периода можно подражать. А до этого нельзя. Вот у Христа точно так же. Подражать, когда? Взирая на кончину жизни, подражайте в мире их. 13-7, посланник евреям. Взято эпиграфом 12 томам Дмитрия Ростовского. Которые проповедовали слово. А из тех, которые канонизируют, почти никто и не проповедовал. Я сижу, только улыбаюсь. Всем нравится, что написал-то. А подражать-то не надо. Надо убежать от мира, спрятаться где-то. Корешок один, как это говорит, с пискариками спасать. Думаете, братья Карамазовы там, вот они спасетесь. Поздравляетесь. По полтора пискарика на Нали. Наталья Устатова или Сергей Евтушенко. Он, говорит, спрашивает. Вот с вами Бог встретился. Какой бы вопрос ему задали? Богу. Так у меня стихотворение на это. Без всяких поздно было написано. Он ко мне зашел, Христос. Сидит у меня на табуретке. И мне Библию дыханием листает. Вы помните, кто тут отзыва дал на стихотворение? Такое стихотворение, его не назовешь стихотворением-то даже. И он ушел. Я размышляю, тогда я могу прочитать сейчас. У кого стихотворение есть? Это прочитайте. Я боюсь, я закрою, тогда не зайти. Иди туда уже. Ну ладно. Вопросы. А ну-ка, Сергей Тушенко или кто? Прочитай. Послушайте. Я на стихотворении смотрю, как будто я к ним никакого отношения не имею. Вот. Прочитай Сергею, у тебя получится. Эпиграф, прочитай. У него с микрофоном проблемы, там нету микрофона. Да считай, у тебя нету этого слова такого. Вы считай, считай стихотворение. Иоанна 14, 23. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. О, это все, эпиграф. И дальше считай стихотворение. Так, сейчас я его... Я вместе с нами буду останавливаться. Вот так. Пускай он стоит на месте, не надо уносить. Читай, продергивай кверху. Среди хожени. Сейчас, секундочку. Опустить надо. Сейчас мне... Вот я его беру. Мне надо чат открыть большим, чтобы мне большими буквами было. Давай. Вот так, вот так, вот так. Сиди, вот так, да. Вот так, теперь считай. Меня спросили, что бы я хотел у Господа повыспросить, в чем не согласен. Повыспросить? Повыспросить, в чем не согласен. Бог у меня в гостях на табурет присел. И у меня вопросов нет. Все стало ясно. Да. И все. О чем считалось и ждалось. Не чаялось, чтоб сбылось, воплотилось. Но посетил, как мытаря Христос. И все вопросы истепелила милость. Вот так. Все разрешилось, как бы само собой. Отпущенное время истекало. Душа свободно пела. Не была рабой. Все рабство из души ушло по капле. Вот так. Не высказать, что сделалось внутри. Не в теле. Нет. Не в сердце. Много глубже. Когда Иисус со мной заговорил. Слова его вошли сначала в уши. И в живых. Но. Меня спросили, было то во сне не наивгуже, а по сонной мерке, но стало именно тогда ясней. Христос тот свет, и перед ним все меркнет. Мне кажется, мы так и не расстались. Он рядом наклонившись. Он рядом наклонившись со мной, своим дыханием Библию листает, прохладу создает при искушении зноя. Господь нам хорошо и на прогулке. Не покидай и в тягостном труде. Напоминание милости в колечке круглом, и в полукруге радуги молись, не робей. Ну как? Да. Вот такое и дело. Нет, это дальше написано, что я тут несу, говорю. Нет, какое-то здесь слово такое есть. Как ты верну? Не видно сейчас. Я говорю, нет, это много глубже. В сердце нет много глубже. И вот в этих рассуждениях надо Богу довериться, он только Духом Святым тебе разъяснит это. Это много глубже, чем в уши вошло. И даже тут как бы сам себя осуждаю, что я несу, как это. Вот я прослушал это и первый раз его как будто вижу, а уже больше, наверное, 10 лет, как оно написано было. Чья-то милость коснулась. Итак, вопросы? Игнатий Тихонович, разъясните насчет колешка кругового стихика. О чем речь? Что означает кольцо? У Клесяста так прямо написано. До поля коллекционер разорвалось в цепочке. Это означает жизнь. 365 дней. И опять первый. Все. Круг в круговую идет и идет. И вдруг где-то разорвано. Вот сейчас, допустим, я родился в 1939 году, Тире, а Тире, а за Тире еще нету. А вот за Тире теперь все дело стоит в этом. Какая дата? А я на этой дате каждый год стою. Ну, допустим, я умру 5 января. Умру 5 января. Ну, я 5 января встречаю уже 80 раз. Я не понимаю, как 5 января приходит, у меня что-то такое есть. Душа затоскует как-то, охота куда-то уйти, закрыться и молиться и плакать. А я не могу объяснить, а почему, я говорю, не знаю. Вот у нас тут знакомая, не какая-то знакомая, а у батюшки, матушка, Людмила. А ее там тетка или кто-то. А сын у нее на одну ногу короче был. И он лечился, операцию сделали, еще хуже стало. Он сделал револьвер и пришел где-то к начальнику работал, и прямо в кабинете застрелился. А мать его работала уборщицей в другом месте, в другой организации. И вот когда он выстрелил, а она убирала в это время, она вдруг упала на пол там, в пол, и заплакала. Начальник подошел, ты что? И спросили, я не знаю, что-то такое у меня там, а что-то может быть? Я не знаю, он никому не сказал, что это сделается. Я сейчас забыл, как знать Валентина, или как матушка знает это дело. Почему? У меня родной брат, родной, Иосиф Тихонович. И жизнь ему так подкатела, что он жить не хочет. И у нас в предбанях, в бане, русская баня, там я шкуры выделывал. Барану своих держат, а я шкуры научился выделывать, и выделываю их там. Крюк в балку отул, и крюк сделал. Деревянный. Он пошел, и на этот крюк повесился. Мать моя, а это дома, ну, метров пятьдесят в огороде. Она спит ночью, и вдруг вздрогнула, проснулась. Я говорю, дальше я не помню, как я летела в огород, говорит, темнота, я потыкается. До бани добежала, зачем я несусь, я ничего не пойму. А там в бане, в предбанике, дрова рубили-то. Она свет-то включила, а он висит. Она как топор схватила по этому деревянному клюку, как аху, он сразу упал. Ну, и оказалось, что он только-только-только. Что ее подняло с постели, мать? Почему-то мать рыдала. Вот. Вот так, когда Господь посещает, на доброе или что-то, бывает, грубый человек, он еще не знает. А бывает так, вы и сой, ты разуйся, всю зиму ходила буши-то. И маленькие камушки под ногами ты чувствуешь. А когда ходишь босиком все время, даже нужды никакой нет. Говорят, насколько достоверны, я не знаю. Были раньше гонцы, они бегали босиком, у них подошвь была такая, что можно было подковывать, как коня. Вот штука какая. И так на руках мозоли нарастают. И так душа, когда грубеет, и она не чувствует нежного прикосновения Духа Святого. Мы должны принять на слово и другим так говорить. А как это объяснить? Никак не объясняется. Бодами все умирают, во Христе все живут. Все. Вот так и отвечают. И радуйся об этом. Непонятно? Прости Бога. Вот у меня интересно было. Когда я готовился освободиться, не готовился еще, сидел. Но я понял, как важно быть одному человеку. Вот у католиков все священники один раз в году должны собираться и отдельной келью быть. Сейчас я не знаю сколько, неделю или... Ну, не меньше недели. Отдельно один. Чтобы он размышлял, подумал. И я так же подумал, что я уже знал. И думаю, я вернусь. И где-то, где подумал, на балерине, у меня там есть трехэтажное сооружение, балерина называется. Башня, летняя резиденция, Игнатий начальник. Абреватура, первая буква. Башня. Она такие, дерево кривое, ноги кривые, такая высокая. Ну, я назвал балерина с кривыми ногами. Я думаю, я возьму с тобой ведро воды, возьму кирпич хлеба, поганное ведро, запросит и никого не откроет. Каждый год буду по неделе там сидеть, ну, в размышлениях, поплакать. Ничуть. Причем, одежды, я ни разу не получилась. Мой плод крюками захватывает и тянут к берегу, ты нужен, ну и все. Поплыл. А я-то думал сколько раз, как я так же запрусь, уединюсь, ниоткуда не слышно голосов. Я буду там молиться хотя бы недельку. Я-то здесь в интернете сижу, утром молимся, на показ все. Но мы не на показ молимся-то, ну, люди так поймут. А когда отдельно где-то, да еще и в Голгодии я сейчас не знаю даже. У меня сейчас и желали нет прятаться. Вырубила меня как-то, я панику такую под... То все. Интернат не работает, мне срочно выставлять. Каждое утро люди ждут. Худо или бедно, за 43 миллиона просмотров это цифра. Цифра. И поэтому мне каждый день нужно быть здесь. Ответы и прочее. Игруб не работает. Вот как говорит, я из-за металлы круг. Я спой дал людей. У меня сколько этих программистов работает. Вот сейчас пришел один, Веществлав оттуда. Третий на работе. Четвертый запасной. Минимум 4 профессиональных, не просто как-то. Это Бог так делает. Я так боюсь от всего. Боюсь там, где от меня зависит что-то. Я боюсь компьютера прикоснуться в другую точку, где-то надавить. Вот сейчас всходно считывает. Вы на меня скидывайте. Мне надо, чтобы не спутать, какую папку положить. Потом закачать. Это только ночью. И утром рано, высказать, поставить. Да проверить, ту ли папку и положил. А то там-то оказалось кое-где не в ту папку бросили. Ну, это беда-то небольшая. Вопросы? Вопросы есть? А какие вопросы? Тоже 37. Мне тогда слова-то не надо давать. Я, видишь, куда разлился, как, говорит, море по берегам, без берегов. Мы только рады. Ну, вот так я поделился чем-то. Я еще тут... Хвалящееся написано хвалить Господом. Я хвалюсь Господом, как Он бывает близок, когда ты располагаешься к этому. Меня очень часто считают псалтырь. А я слышу. И бывает одно слово, ну, буква одна не так. Я сразу останавливал, сейчас не стал остановить. Это вы знаете на язык? Не знаю. А как вы узнали? Не могу объяснить. Мне это не дано. Но я называю первопокарту. Там, знаете, шарманка, когда играет, звуки попадают в определенное, дует на какую-то клавишу. И у меня здесь точно так же. Я не могу это объяснить. Он в Библии беру, беру, что он читает, не только псалтыри, а в любую книгу раньше было. И я сразу, сразу останавливаю. Неправильно. Он считает, опять неправильно. Третий раз, я тогда беру Библию, смотрю, у него напечатано неправильно. Я тогда берусь и на дальнее издание первых годов, и гляжу там-там. Я сказал правильно. Я говорю, ты запомнили? Не знаю, не могу ответить. Я многого не знаю, что делает Господь. И пытаюсь узнать. Просто благодарю. Просто плыву. Вот. Знаете, вот влюбленность такая во что-то. Если человек ничего не любит нигде, ну-то понятно. Я опять же сошлюсь на Шолохова Михаила Александровича. Поднятая целина. И он там Давыдов сел с одним там и поехал. А тут едет да потихоньку-то. Он у него там говорит, ну-ка, дай бич туда. Ну-ка, дай. А вот представитель колхоза сел-то. А он повернулся к ему сиденью-то. А ты мне дашь руководить своим колхозом-то. А с чего ради? А почему ты у меня бич хотел взять? Ну. Ну, чё ж так едешь-то? Кони-то хорошие. Они побежали. А тебе вну не командовать. Ты командовай своей бабой. У тебя нет ее? Ты вон с нагольной с лужкой встречаешься у Макара. А он так и поехал. А вот теперь-то и разговор. Он говорит, когда я был маленький еще, ну, маленький-то не маленький, но уже лет 15 было ему. Я немножко коснусь. Просто вам интересно будет это узнать. моего отца за что не знаю как будто бы что-то с чужой женой там был его отец а там два брата ее и муж, наверное они его поймали, этого отца и они его били, пинали и там он полуживой дополз до дома, отец любил лошадей всегда ездил и отец уже почернел вес лежит и потом говорит, сынок, приведи лошадь залезти не смог, он подержал ее и все, говорит, больше не никак ну вызвали священника, кто тебя бил то он никому не говорит, исповедовался а я, говорит, взял под кровать залез и когда исповедовали и он сказал священнику кто его угробил отца ему там печень все отбили, почки я, говорит, узнал когда ушел я потихоньку выполз из-под кровати а отец, ну день прожил, и он умер я, говорит, там где-то что-то продал, ягненка там и купил ружье старое взял запасы вот там, от урона в пять и стал подкараулить а ружье, как говорит, осечку дает да, за другой раз, в третьем раз только стрелял это я, говорит, пристрелял его и теперь подкараулил там на покосе, где брат одного уходакал стал королить другого, который убил но, говорит, а если бы осечка была значит, он бы меня убил и он обоих братьев убил а к чему я это рассказываю вот с тех пор я, говорит, на высадях быстро не езжу потому что я вижу перед тобой смертельно больного отца так что ты, Давыдович, как мной не командует его как звали Давыдова я не знаю Семен, кажется это вот Шолохов описывает это очень трогательная картина простое дело он взял в руки, ты знаешь, говорит если всем одинаково будем а Серешок, ой, веща видишь, какой гладкий-то ну все как оглобья а вот ты там путаешься с лужкой у тебя какой-то отросток там он начинает говорить мы все разные у нас разные таланты но так полезно друг с другом быть у меня сегодня один человек встретился и говорит а я работаю на металлургическом комбинате ох, как я сразу взыграл вот это мужик встретился ну и долго там не наработаешь но это мужик 100% с большой буквы а может быть плавка какая-то идет или что-то а то у нас боятся рукой ударить где-то а это работает на металлургическом ему есть что вспомнить будет у меня свой определитель человека если там он работает и все остальное говорит я присматриваюсь серьезный мужик приятно познакомиться так, вопросы Игнатих Игорь Ильич, хочется вас слушать еще говорите ну давайте тогда молимся нам было хорошо сегодня вместе да, спасибо храним вас Господь знаете, я говорю так как вы это знаете открыто надо жить вот когда говорят я боюсь, что подзапись у меня этого нету у меня там и батюшка все, как говорят, придавливают я люблю это открыто жить мы же родные братья ну что сидеть это здесь же ничего нету не этим никакого мне тут прячется как-то там ой нехорошо это ты сам даже не да кому это надо ээээ, ты не решая за всех я как-то написал статью тоже, к слову сказать недавно разбирал и у меня все сохраняется все квитки, билеты и письма копия всегда и перепитать и целый мешочек лежит там эти маленькие такие квитки я открыл их а это мне платили за мои статьи когда-то я уже забыл про это я писал в разные газеты в журналы и мне платили за это деньги вот я одну статью привез она у меня помещена моей книге за того боже нету а там посмотрел кто-то редактор этого такая статья у нас не пойдет почему докажется профи человек который надеется на человека это взято из иеремии и отправление на так писал вы и что вот тут то самое главное я и возьми скажи а вы не решать это людей во сколько подписчиков почти 100000 еще за всех знаете как думают опубликуйте статью вы посмотрите и статья оказалось не просто статья и вы выставили на конкурс это поехал журналист где-то за уралом то было конкурс она какую-то там премию первых что ли с того взяла я вот так заговоренный в этом вопросе кто-то что-то напишет незначительное где-то какой-то конкурс первое место что-то там еще надо было опять косулисья первое место это бог так делает я как-то иду такой росли метр девяносто на офицер идет подполковника увидал руки поднял а вы знаете что я вообще не думала почему объявит военкомат войск он вызывает а я тогда в то время был капитаном я где-то сделал не так а тут перед входом военкомат то были с вами встретились и мы поговорили о боге сказали мне как-то сердце так утихло но я думаю сейчас не разно задут до лейтенантом какой-то сделать нехороших а мы его фамилия ахимов обратно я так иду вызывает ответ и мы опять встретились и меня подполковником поставили встреча ваших как а учат я иду не знаю только генералом на расставить бунт я-то при чем здесь а вот совпало по мере вашей будет вам надо жить интересно красиво плакать надо учить там уметь и плащущим плащит радующимся радуйся прошел огонь и вода и медные трубы а что самое трудно медные трубы огонь и вода это страдания надо мной прошли все воды твои ты бросил меня в печь переплавил тут понятно что пленение самое трудно плен не война трудная самая плен а третье это трубы это означает тебя восхвалять говорить по телевизору показывать это устали что в этом или нет когда я засчитал за того что то священники собрались ну видно что завидуют просто аква гордость не подходит что вас сейчас по всей стране слушать это аудио было я как я могу узнать в руках же архиереи слушают там и представители власти для какие кгб везде знаете у меня зуба лист мой портрет опечатали в австралийских газетах у меня легче станет от этого у меня зуба лист активность я знаю свои болячки где про меня что говорят мне это не надо я знаю только сейчас в интернете примерно 220 роликов против специально по заказу против меня против там из моих же роликов грудь и делают все пускай любая антиреклама нет рекламу может быть еще более сильная когда про меня стали говорить там дворки другие рождественские всемирное чтение в москве а я утром стал у меня всегда 250 человек приходит в день на форум на форум а тут подошел 250 25 тысяч кажутся то ли система сбился в сторону больше то не бывает за это во сколько я примерно говорю окажется в этот вечер они меня там кастерили у них 17 выступающих было и одну специально дали место она владимировна какая-то долин сергей священник потерял подготовил а получилось дали рекламу который я там тебя дать не могу вознулась буквально раздумался столько людей прибыло они говорят я уже интересовал это что-то по логике это такие люди работают но кто-то такой салтон другой их под наклону столько они ушли все на стой на есть такого истина блажите тебя богородицу пресноблаженную пренепорощенным и матерь бога нашего честнейший херувима славнейший без сравнения серафим без истления бога слово росшее сущую богородицу тебя увлечаю я смотрю здесь вот этот может быть и не знаю толком я знаю надежда помолись кратко слышишь надежда помолись кратко слава бога слава бога братья с бородами видите как можно постепенно вектор срочно что здесь нет спасибо